Всем привет! Дорогие друзья, с вами снова я. Компания Apple выпустила массы новые обновления для операционных систем WatchOS версии 8.4.1, которые можно скачать и установить уже сейчас. Обновление доступно для всех устройств, поддерживающих операционную систему WatchOS. Стоит отметить, что это обновление можно установить на часы Apple Watch, начиная уже с четвертой и заканчивая седьмой, самой последней серией. Почему-то это обновление нельзя установить на часы третьей серии. Предположу, что в часах третьей серии, возможно, не было ошибок безопасности, которые можно было бы исправить выходом этого обновления. Размер обновления WatchOS 8.4.1 для часов Apple Watch 7 серии составляет 52,8 МБ. К примеру, это же обновление, но для часов Apple Watch Series 6, его размер составляет уже 327 МБ. Возможно, с выходом обновления WatchOS 8.4.1 компания Apple залатывает дыры, которые не были устранены раньше, еще с выходом обновления WatchOS 8.1. Размер нового обновления зависит от серии часов, и чем часы новее, тем меньше размер файла обновления нужно устанавливать. Давайте посмотрим номер сборки. Для этого нажимаем на колесико, находим раздел «Настройки», «Основные», «Об устройстве». И видим, что у меня установлена версия 8.4.1, а номер сборки 19S550. Это говорит нам о том, что у меня установлена самая последняя версия обновления. Странно, почему Apple выпустила это обновление так рано. Это обновление должно было выйти как минимум 8 февраля 2022 года, но не раньше. Но ничего страшного, я думаю, что в скором будущем, а именно на следующей неделе, выйдет еще несколько важных обновлений. Поэтому с нетерпением ждем их. Так, что же было исправлено в этом обновлении? Были устранены ошибки Apple Music. А именно, устранили ошибку, препятствующую активацию медиатеки iCloud, ошибку, скрывающую добавленную музыку при активации опции «Музыка в оффлайн-доступе», ошибку, из-за которой происходило некорректное отображение обложек одного альбома на разных устройствах, ошибку, препятствующую публикации артистов в Connect, ошибку, которая препятствовала нормальной работе кнопки «Нравится» при прослушивании в Bits 1. Также добавили функцию, благодаря которой можно включить песни в новый плейлист при отсутствии уже созданных. На прошлой неделе была проблема с получением доступа к кошельку Apple Wallet при использовании пластиковой карты. Для использования возможности Apple Pay на вашем устройстве вы добавляете новую пластиковую карту на iPhone 11, например, а она не отображается должным образом. Надеюсь, в данном небольшом обновлении WatchOS 8.4.1 компания Apple устранила, наконец-то, эту проблему, но официальной информации от компании на их сайте нет. В прошлом обновлении WatchOS 8.4 была устранена ошибка зарядкой часов Apple Watch, начиная с третьей и заканчивая седьмой серией. При использовании неоригинального зарядного адаптера питания зарядка могла не пойти или вовсе прерваться через определенное время. В этом обновлении WatchOS 8.4.1 были внесены небольшие изменения, касающиеся устранения этого бага. Какие же обновления службы безопасности были проведены в обновлении WatchOS 8.4.1? Перейдя на официальный сайт Apple в таблицу, в которой отображены все изменения службы безопасности, можно увидеть, что обновление WatchOS 8.4.1 не подсвечено, и под ним написано, что для этого обновления отсутствуют опубликованные записи CVE. CVE – база данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности. Это говорит о том, что никаких изменений не было. Я думаю, что изменения есть, но компания Apple решила об этом не говорить. Может, проблема не была решена полностью, и поэтому сотрудники работают над ее решением сейчас. В общем, ждем результатов. Вообще все работает довольно-таки оперативно, без зависаний. Давайте перейдем в наше любимое приложение, такое как Компас. Как видно, это приложение начинает работать сразу, как только вы нажали на значок. Тормозов, лагов никаких нет. Давайте проверим, как работает приложение Калькулятор. С нетерпением жду выхода обновления WatchOS 8.5, в котором должны появиться новые смайлики. Батарея на данный момент времени заряжена на 63%. Заряжал, как всегда, я ее вчера вечером. Давайте посмотрим остаточную емкость батареи. Нажимаем на колесико. Находим раздел «Настройки». Переходим в раздел «Аккумулятор». Состояние аккумулятора. Мы видим, что у меня осталось 99% от максимальной емкости. Это неплохо, так как в интернете, читая мнение людей о батарее, которые использовались в часах Apple Watch 6, там приводятся такие данные, что максимальная емкость батареи после двух с лишним лет использования составит составляет 88%. Обновление никак не повлияет на изменения, а именно на уменьшение максимальной емкости батареи. Наоборот, исправляются ошибки и баги, и заряда батареи будет хватать на более длительный срок. Нужно ли устанавливать обновление WatchOS 8.4.1? Я, конечно, отвечу, что да, но это если вы владелец часов четвертой или более новой версии. В этом обновлении была устранена проблема с добавлением новой карты и синхронизацией с кошельком Apple Pay, а также настроена корректная работа сервиса Apple Music. Я думаю, что здесь произведены работы по улучшению безопасности. И даже если на официальном сайте не написано, то что что-то устранено, то работы все равно проводятся. Что же касается стабильности операционной системы часов, то она стабильна, независимо от вышедших обновлений и нареканий по ее работе нет. Можно смело обновляться. Я надеюсь, что в скором будущем, а именно на следующей неделе, выйдет WatchOS 8.5, если компания Apple что-то не поменяет в своем расписании выхода обновлений. Я думаю, что ничего серьезного ожидать не следует с выходом этого обновления. Единственное, что можно ожидать от этого обновления, так это то, что появятся новые смайлики. Глобальные изменения ждут владельцев часов и телефонов с выходом нового обновления WatchOS 9.0 и iOS 16, которые должны представить разработчики широкой публики на очередной конференции компании Apple WWDC в Сан-Хосе в июне-летом. Стоит ожидать пару новых моделей часов Apple Watch Series 8 и, возможно, будет представлена модель SE. В обновлении WatchOS 8.4.1 были исправлены ошибки и обновлена система безопасности. Была пересмотрена работа сервиса Apple Music. Я надеюсь, что устранена проблема с добавлением новой карты и синхронизацией ее с кошельком Apple Pay. Поддержи это видео огромнейшим лайком, подпишись на канал. А на этом у меня все. До новых встреч, друзья. Пока-пока.